Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Пахомов, я руководитель компании Деловой Разговор. Сегодня я расскажу о пяти наших продуктах, предлагаемых для расширения возможностей АТС 3CX. Это расширенная интеграция 3CX с BITREX24, интеграция с CRM AutoDealer, универсальная интеграция, REST API для 3CX и модуль оценки качества разговора. Практически везде в основе лежит ядро, написанное на C-Sharp и представляющее из себя службу для Windows или DEMON для Linux. Эта служба устанавливается на сервер, на котором работает 3CX, она по программному API подключается к 3CX и мониторит низкоуровневую телефонную активность АТС. На основе этого анализа генерируются три события высокого уровня. Событие первое. У такого-то добавочного начал звонить телефон. Событие 2. Начался разговор с таким-то добавочным и с таким-то внешним номером. Событие 3. Звонок завершился. В каждом случае известна полная информация о звонке, такая как временные рамки звонка, это был входящий или исходящий вызов, название EDIT правила, стороны, участвующие в звонке, если звонок закончился, то как, успешно или нет, и был ли дальнейший трансфер звонка или звонок завершился полностью. Подписавшись на эти три события, можно написать конкретные обработчики, реализующие интеграцию с той или иной CRM-системой. Что у нас и сделано для Bitrix24. Но в случае с Bitrix24, мы пошли дальше. Мы плюсом, с помощью CallFlow у дизайнера, сделали входящую маршрутизацию по базе Bitrix24. Это когда ответственность за звонки менеджер прописывается в карточке контакта или лида, и входящий вызов сразу уходит на такого сотрудника. И мы сделали прилипание звонка к последнему сотруднику на непродолжительное время. А суммарный список возможностей нашей интеграции с Bitrix24 выглядит следующим образом. Передача записи разговоров в Bitrix24 и их прослушивание из карточки контакта или лида. Журнализирование всех звонков от имени оператора, участвовавшего в разговоре. Передача полной информации о звонке в Bitrix24, в том числе название транка, на который пришел вызов. Корректный учет упущенных звонков, очередью вызовов или IVR. Регистрация звонков только указанных операторов. Создание карточки лида при поступлении звонка с нового номера. Открытие карточки контакта или лида при входящем звонке. Маршрутизация входящих звонков на основе данных, указанных в Bitrix24. Возможность воспроизведения имени и фамилии оператора, на которого поступит входящий звонок. Полноценная синхронизация контактов Bitrix24 с 3CX. Прилипание звонка к последнему сотруднику на непродолжительное время. Возможность аналитики звонков с помощью Bitrix24. Подробно с описанием интеграции можно ознакомиться на нашем сайте. Там есть хорошая статья, в которой подробно описана логика работы интеграции. А сейчас я проведу наглядную демонстрацию, как работает наша интеграция с Bitrix24. Для этого я расшарю экран своего компьютера. На экране сразу открыта карточка тестового лида, теста лид Пупкин Василий. На базе этого лида я буду проводить демонстрацию. Пупкин Василий будет звонить со своего мобильного на наш рабочий номер. Также я буду ему звонить. Будут как успешные звонки, так и неуспешные звонки. Итак, начнем. Вначале Пупкин Василий позвонит на нашу рабочую АТС. При входящем звонке автоматически откроется карточка позвонившего лида. Я сейчас специально перейду на другую вкладку браузера, чтобы было видно, как открывается карточка лида. Итак, Пупкин Василий звонит. Вот приходит звонок на нашу АТС. Открывается карточка лида Пупкина. Я поднимаю трубку. Какое-то время разговариваю. И кладу трубку. Вот в карточке лида автоматически создалось дело о звонке, о принятом звонке. И в него подгружен файл записи разговоров, который можно прослушать непосредственно из Bittrex 24. Сейчас уже я позвоню на мобильный телефон Пупкина Василия из карточки Bittrex. Это делается в два клика. Вначале я кликаю по номеру его телефона. Номер перемещается в десктопное приложение 3CX Phone. И в нем я нажимаю кнопку позвонить. Итак, я проделываю это действие. Кликаю по номеру, подтверждаю позвонить. И номер уходит на мой настольный телефон. Вот у Пупкина Василия звонит телефон мобильный. Он отвечает. Какое-то время разговаривает. И кладет трубку. Вот в карточке Лида автоматически создалось дело об успешном исходящем звонке. И также в него подгружен файл записи разговора, который можно прослушать. Сейчас Пупкин Василий опять позвонит на нашу АТС, только я не буду поднимать трубку. То есть у меня будет пропущенный звонок. Итак, Пупкин Василий набирает номер. У меня звонит телефон. Но также открывается карточка Лида. Я не поднимаю трубку. И Пупкин прекращает звонить. Вот мы видим, в карточке Лида возникло дело о пропущенном входящем звонке. Ну, с предупреждением, что есть такой звонок. Это же предупреждение можно видеть в разделе Битрикса под названием «Мои дела». Сейчас я переключусь на вкладку «Мои дела» и обновлю ее. Вот мы видим пропущенный звонок от Пупкина Василия. Информация присутствует во всех необходимых местах, и ее не пропустишь. Сейчас я помечу, что этот звонок я увидел пропущенный. Он уйдет из зоны напоминаний, но также, соответственно, останется пропущенным звонком. Сейчас уже я позвоню на мобильный Пупкина, и он не будет брать трубку. То есть у меня будет неудачный исходящий звонок. Так, я звоню Пупкину. У Пупкина звонит телефон. Он не поднимает трубку. Я прекращаю вызов. Вот у меня возникло дело об неудачном исходящем звонке. До этого, как можно было видеть, на входящие звонки отвечал я, Дмитрий Пахомов. Вот видно, что и совершал их. Вот на входящий звонок я отвечал, Дмитрий Пахомов. Это задается в параметрах входящей маршрутизации в карточке лида или контакта. Вот в этой зоне я указан как ответственный за лид. И, соответственно, все звонки сейчас шли ко мне. Можно поменять ответственного, и тогда звонки пойдут на другого. А можно ответственного не менять, а сделать отдельного менеджера по звонкам. Тогда звонки пойдут на менеджера по звонкам, но ответственный за лид останется прежним человеком. Что я сейчас и сделаю. Я сейчас менеджера по звонкам назначу Ирину Пахомову. И сейчас звонки, входящие от Пупикова Василия, только и от него, пойдут на Ирину Пахомову. Пупиков Василий звонит. И у Ирины Пахомовой звонит телефон. По звуку звонка можно слышать, что это уже другой телефон, а телефон Ирины Пахомовой. Она отвечает. Какое-то время разговаривает и кладет трубку. Вот появилось дело о звонке, в котором видно, что с лидом разговаривала Ирина Пахомова. Я хочу обратить внимание, что наша интеграция в Bitrix24 передает информацию о названии EDIT-правила, на которое пришел звонок. То есть вы знаете, на какой транк позвонил лид или клиент. Это название указывается в начале заголовка перед боеточием. В данном случае все звонки приходили на транк тест. Вот тест. Пропущенный звонок. Сейчас Пупиков Василий позвонит на другой номер. На номер 8800, который на нашей АТС называется 2 восьмерки. 8-8. И мы увидим, как это будет отображено в Bitrix24. Также я несколько поменяю входящую маршрутизацию. До этого были прямые звонки. Что это значит? Это значит, что Пупиков, звоня на нашу АТС, сразу же попадал на закрепленного сотрудника. Если я уберу прямой звонок, то звонки вначале пойдут на АВР, который поприветствует позвонившего и озвучит имя и фамилию сотрудника, на которого будет переведен вызов. Пока звучит это приветствие, позвонивший может набрать другой добавочный номер и уйти по другой ветке маршрутизации. Но если он ничего не сделает, то, соответственно, звонок придет на ответственного менеджера по звонкам. А, и Пупиков Василий сейчас позвонит и не будет дожидаться, пока звонок будет переведен на Ирину Пахомову. Он на уровне АВР положит трубку. То есть звонок сразу же прекратит. Пупиков Василий звонит на номер 8800. Вот он слышит приветствие и кладет трубку. Мы видим, в карточке Лида возникло дело о пропущенном звонке, который пропущен скриптом. То есть этот звонок пропущен не Ириной Пахомовой, не мною, а он пропущен скриптом. Дело о звонке привязано к Ирине Пахомовой. То есть предупреждение о таком пропущенном звонке увидит Ирина Пахомова. И таким образом мы можем видеть все пропущенные вызовы. Неважно, где они закончились, на уровне конкретного сотрудника или на уровне АВР, или очереди звонков. Анализировать телефонную активность можно с помощью средств BITREX24. В BITREX24 есть раздел «Телефония». Мы сейчас с него переключимся. И вот детализация звонков. Мы видим все звонки, которые проходили через BITREX24 сейчас, сегодня. Ну, сегодня и вчера, позавчера. Также можно посмотреть аналитику звонков. Вот статистика звонков, которые проходили через нашу АТС. И можно средствами BITREX24 делать анализ телефонии. На этом презентация интеграции 3CX BITREX24 закончена. Я продолжаю презентацию. И сейчас скажу пару слов про интеграцию с CRM Автодилер. Она сделана для автосалонов и по функционалу представляет более легкую версию по сравнению с интеграцией с BITREX24. Там нет входящей маршрутизации по базе CRM. Но обычно салонам такое не требуется. У них звонок вначале всегда приходит на секрет. Там нет прилипания звонка и нет синхронизации контактов. В остальном синхронизация полностью похожа на интеграцию с BITREX24. Более подробно с описанием интеграции можно ознакомиться на нашем сайте. Следующий продукт – это универсальная интеграция под названием WebHookie. На ее основе можно запрограммировать интеграцию практически с любой CRM, если создать необходимую прослойку. Эта интеграция по возникновению каждого из трех событий – начал звонить телефон, начался разговор и завершился звонок. На указанный в ВИНИ файле адрес отправляет вебхук с подробной информацией о звонке. А когда разговор завершается, то интеграция в постзапросе отправляет веб-ссылку на запись разговора. Пользователю интеграции остается самому создать обработчик вебхуков, который, получая эти вебхуки, будет проделывать необходимые действия с CRM-системой. Так, например, компания OmniLine на базе нашего модуля вебхуки сделала интеграцию с CRM-creation. Сейчас я продемонстрирую, как работает универсальная интеграция с помощью сайта webhooks.site. Этот веб-ресурс служит для отлаживания работы подобных систем. Он регистрирует все вебхуки и позволяет просматривать их содержимое. Я совершу звонок со своего рабочего номера на номер нашей демонстрационной АТС. На ней установлена универсальная интеграция, которая отправляет вебхуки на сайт webhooks.site. Вот я опять расшарил свой экран. Мы видим сайт, вкладку сайта webhooks.site. Я совершаю звонок на нашу тестовую АТС, где работает модуль вебхуки. Вот пришел входящий звонок. Сразу же пришло два вебхука о том, что начал звонить телефон. Чуть позже я поясню, почему это два вебхука, а не один. Я отвечаю на наш АТС. Вот приходит вебхук о том, что начался разговор. Я кладу трубку и приходят два вебхука. Первый о том, что разговор закончился, а второй пост-запрос с ссылкой на скачивание записи разговора. Сейчас подробно разберем каждый вебхук. Вот первый вебхук. Он говорит о том, что звонит телефон, что звонок пришел с номера вот такого-то, что пользователь, у которого звонит телефон, это очередь. То есть в начале звонок у нас приходит на очередь. Дид-правило, через которое пришел звонок, называется тест. А вот второй вебхук – это то, что звонит добавочный экстеншн 9.1.1. То есть после того, как звонок поступил в очередь, он был распределен на оператора 9.1.1. Таким образом, мы не просто знаем, что звонок пришел на оператора 9.1.1, а мы знаем, что звонок пришел через очередь. Ну, также вот видим, что дид-правило называется тест. Вот начался разговор, событие, начался разговор. Мы видим, с какого номера пришел звонок. Видим, какой оператор начал разговор. И видим название дид-правило. И вот вебхук о том, что разговор закончился. Мы видим, что закончился входящий разговор. видим номер с которого пришел вызов кто разговаривал мы видим что звонок закончился успешно то есть был разговор и мы видим что разговор закончился полностью то есть трансфера на другой добавочный не было ну и вип хук сообщает удобно читаемые заголовок который можно сразу использовать в crm-системе такой же заголовок как мы видели в битриксы 24 и вот в последнем вип хуки пришла ссылка на скачивание записи разговора хочу обратить внимание что запись приходит формате mp3 это не родной формат трисеевс трисеевс все записи разговора пишет формате вафт дело в том что браузеры этот формат не поддерживают и чтоб можно было проиграть файл записи разговора непосредственно из браузера и скачать его без проблем мы запись разговора из формата вавка конвертируем формат mp3 и складываем эти файлы в отдельную папку на сервере трисе x это папка расшарена и из нее можно файл скачать сразу хочу заметить что кто угодно из этой папки записи разговоров скачать не сможет потому что она позволяет скачивать только с разрешенных айпи адресов в настройках задаются разрешенные и адреса с которых возможно скачивать мы копируем ссылку и в новой вкладке скачиваем вот у нас скачалась запись разговора на этом презентация работы универсальной интеграции закончена и я хочу сказать пару слов о стоимости наших интеграций стоимости интеграции складываются из двух составляющих стоимость внедрения и стоимость самой лицензии самое сложное внедрение и соответственно самое дорогое у битрикс24 стоимость лицензии на интеграцию с битрикс24 зависит от количества пользователей этой интеграции а вот стоимость лицензии с интеграции с автодилер и универсальной интеграции зависит от количества одновременных звонков на от с мы не публикуем цены в открытых источниках а сообщаем их только по запросу клиента или нашего партнера для партнеров предусмотрена скидка чтобы они могли зарабатывать продавая интеграцию по нашей розничной цене поэтому обращайтесь нашу компанию и по запросу мы предоставим цены следующий наш продукт это rest api для 3cx сама компания 3cx не предлагает но у нее есть программная api которая может работать только на сервере на котором установлена а т.с. мы создали своего рода прослойку которая по https получает rest api команды отрабатывает их с помощью программного api 3cx и выдает результат работы в джейсон формате с помощью нашего rest api можно получать обширную информацию об а т.с. управлять статусами и свойствами добавочных номеров совершать звонки подробное описание команд приведено на нашем сайте сейчас я с помощью браузера покажу примеры некоторых rest api команд и так в блокнотике у меня подготовлены некоторые rest api команды это не весь список он намного больше это только какие-то примеры итак начнем с первой команды all xd эта команда запрашивает все добавочные номера которые есть на а т.с. 3cx скопировали перенесли в браузер подтвердили вот нам а т.с. 3cx выдала список всех добавочных номеров которые у нее есть а теперь мы запросим только зарегистрированные номера то есть те которые пришли регистрацию команда all registered get копируем как мы видим на а т.с. зарегистрирован только один добавочный номер 9 1 1 теперь мы запросим членов всех членов группы добавочных деловой разговор команда x group members get и для группы добавочных деловой разговор мы видим что в группу добавочных деловой разговор входит три номера сейчас я запрошу список свободных операторов очереди номер 812 вот команда в фриде получить именно не всех операторов а получить только свободных то есть которые не находятся в разговоре на которых можно перевести звонок вот эту команду копирую вставляю и вот мы видим что в этой очереди свободен только один оператор под номером 9 1 1 дмитрий пахомов сейчас я запрошу подробную информацию о статусах добавочного 9 1 1 вот команда x state get для номера 9 1 1 вот мы получили полную информацию о статусах прокомментирую эту информацию первое номер зарегистрирован на т.с. статус у него free свободен то есть он не находится в разговоре правило переадресации у него сейчас установлена авиа лейбл то есть доступен глобальный статус очередях у global status true то есть оператор вошел во все очереди глобально вошел во все очереди и сейчас можно посмотреть дальше статусы локально в каждой отдельной очереди ну во первых мы видим что этот оператор и присутствует в двух очередях в очереди 815 и в очереди 812 и в обоих очередях у него статус присутствия труб то есть он зарегистрирован в обоих очередях сейчас я оператора 9 1 1 выведу из очереди 812 команда вот x qs добавочный номер 911 очередь 812 и логов вывести из очереди вот я даю эту команду она проходит успешно ну и давайте проконтролируем стату какие сейчас стали статусу номера 911 опять запрашиваем статуса добавочного 911 вот мы видим что оператор вышел из очереди 812 его статус в этой очереди стал false обратно вернем его в эту очередь я только что продемонстрировал только небольшую часть из возможных команд кстати большой популярностью среди клиентов пользуются команда my call которая позволяет инициировать звонок вначале на один номер и когда на нем ответят происходит вызов по второму номеру передаваемому в этой команде сейчас демонстрировать эту команду смысла нет потому что визуально она как-то красиво не выглядит ну и как говорил ранее с полным набором команд можно ознакомиться на нашем сайте при этом по желанию заказчика можно расширять данный список программная api 36 достаточно обширная и с его помощью можно решить широкий спектр задач мы запрограммировали самые востребованные возможности но если у клиента есть индивидуальные пожелания выходящие за рамки возможностей стандартного набора команд мы готовы взяться и за такую задачу данное решение rest api для 36 лицензируется по количеству одновременных вызовов на а т.с. на котором она будет работать за ценами также обращайтесь в нашу компанию и последнее решение о котором хочу рассказать это модуль оценки качества разговора здесь я хочу сразу заметить что классический алгоритм оценки качества разговора когда оператор кладет трубку но связь позвонившим не теряется и звонок переводится на робота оценки качества на а т.с. 3cx к сожалению невозможен это связано с тем что на 3cx положенная оператором трубка это всегда прекращение разговора но есть два решения данной проблемы первое решение это заставить операторов всегда при завершении диалога делать трансфер звонка на добавочный номер робота технические решения безупречные но на практике операторы будут постоянно забывать сделать трансфер или сознательно будут его игнорировать если некачественно обслужили клиента наша компания предлагает другое решение это автоматический обратный звонок клиенту после завершения его разговора с оператором когда клиент поднимает трубку то робот просит его оценить качество обслуживания и результат вносит в базу данных данные из которой впоследствии могут быть проанализированы наш модуль оценки качества разговора гибко настраивается в лини файле задается временной интервал между окончанием разговора и обратным звонком задается количество попыток дозвониться до клиента и интервал между такими попытками также задается минимальное время общения с оператором необходимое для срабатывания обратного звонка таким образом если разговор по длительности до подлительности был совсем незначительный то обратного звонка не будет странно было бы просить оценить диалог длившийся к примеру 5 секунд также в настройках задается интервал в зоне действия которого возможен обратный звонок ведь к примеру если клиент позвонил в час ночи то наверное не стоит в такое время перезванивать ему конечно мы не сможем оценить ночные звонки зато не будет негативной реакции на очень поздний или очень ранний звонок модуль оценки качества разговора реагирует только на звонки приходящие на горячую линию она идентифицируется по входящему правилу от с 3 секс и только на те звонки в которых участвовали операторы чьи консультации должны быть оцениваны таким образом к примеру если с клиентом общался бухгалтер чей звонок не должен быть оценен то по завершению такого диалога клиент не получит обратный звонок для оценки качества пользователи сервиса могут быть уверены что оцениваться будут только нужные разговоры наш модуль оценки качества обслуживания является рабочей заготовкой которая подразумевает адаптацию под конкретную задачу заказчика поэтому с нашей стороны потребуется дополнительное программирование связанное с конкретными особенностями робота просящего оценить качество а также с особенностями базы данных которую заносятся результаты опроса таким образом в конечном решении мы готовы учесть все нюансы заказчика и выдать решение четко под конкретную задачу но так как основная и самая сложная часть уже сделаны и отлажены клиент может быстро получить готовое решение а главное быть уверенным его стабильной работе цена на данное решение открытое и обсуждается в карте это связано с тем что модуль требует доработки под каждую конкретную задачу и заранее невозможно сказать насколько простой или сложной она окажется разумеется данный модуль имеет уже сделанное ядро которое можно оценить заранее его стоимость будет зависеть от количества одноременных звонков поддерживаемых от с на этом наша презентация закончена рад если вас заинтересовали наши возможности и вы будете к нам обращаться за ними до свидания